По данным источников Bloomberg, американские власти призывают наращивать закупки российских удобрений в связи с санкциями и риском мирового продовольственного кризиса. Как утверждают эксперты, в плане экспорта сельскохозяйственных удобрений Россия занимает существенное место на мировом рынке. Нужно отметить, что с момента того, как ведется санкционная политика, связанная с проведением спецоперации на Украине, доля российских поставок на мировой рынок сельскохозяйственной продукции, она снизилась почти на четверть и продолжает снижаться. И вот в этой связи, конечно, возникает острая нехватка сельскохозяйственных удобрений на мировом рынке. А это, в свою очередь, приводит к угрозе того, что неоднократно объявляла Организация Объединенных Наций это угроза голода, связанная с недопроизводством сельскохозяйственной продукции. Согласно информации источников Bloomberg, американские банки, страховщики и перевозчики опасаются оказаться под санкциями из-за взаимодействия с российскими производителями. Как результат – значительное снижение объемов поставок и влияние на рост стоимости продовольствия. Здесь, наверное, важен не тот факт, что Соединенные Штаты приобретали и приобретают до сих пор сельскохозяйственную продукцию, а то, что они их приобретают в условиях ими же самими введенных санкций. Вот это очень странная ситуация. Фактически, Соединенные Штаты запрещают всем другим странам с Россией сотрудничать, а сами поощряют собственных, так сказать, закупщиков, собственных компаний к тому, чтобы они, значит, на этом фоне эти закупки продолжали делать. Как утверждает Роман Пеньковцев, политика США никогда не направлена на собственный убыток. Кроме того, российская сельскохозяйственная продукция является одной из наиболее качественных в мировой торговле. Поэтому приобретать ее выгодно не только для США, но и других стран. Другой вопрос, что еще раз важно заметить, что Соединенные Штаты мешают другим странам, запрещают другим странам торговать с Россией, в то время как сами пытаются в обход этих санкций продолжать закупки. Вот это вот та самая политика дальних двойных стандартов. В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране с 1 июля и до конца года будут действовать повышенные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Такое решение не распространяется на поставке продукции в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию. Диана Желенкова, Универньюз.